Всем привет! Вы на канале Колбин Ревью. Сегодня приехал со своей GoPro в магазин M-Video снова. Уже спустя сколько? Три почти месяца, наверное. Хочу посмотреть на цены, хочу посмотреть на ассортимент и, соответственно, показать вам. У меня, кстати, на канале есть уже примерно два подобных выпуска. И самое прикольное, что они... Я не предполагал, что так будет, но прикольно, что так получилось. В чем прикол этих выпусков был? Ну, я случайным образом просто решил поделиться, какие цены сейчас в магазине в самом начале февраля. Вот, я показывал, какие скидки, какие лучше телевизоры выбирать. Но потом пришел конец февраля, и я в самом начале марта показал, насколько цены увеличились, какой сейчас товар есть, на что лучше, например, закрыть глаза, а не смотреть, потому что цены, ну, там, почти в два раза были подняты, например, да. Сейчас вот, а и после этого я, по-моему, даже не снимал, не помню я. И вот это примерно будет третий выпуск, когда уже сейчас шестой месяц идет. Про СВО так немножечко все подзабыли. Все смотрят на доллар, что он такой 65 примерно держится, 60 до 70 еще не доходил даже, с учетом того, что был там в марте под 100 рублей. Было так, что давайте посмотрим на цены, изменились ли они, стали ли цены меньше, и сопоставимы ли они с теми, что были до СВО, или они еще меньше, либо такие же, либо больше. Погнали посмотрим, что по наличию. Но, судя по слухам, судя по тому, что я вот периодически там заходил, не снимал, а так мимо просто проходил что-нибудь, например, покупал или еще что-то, видел, что ассортимент скуднее и скуднее с каждой неделей становится, и при этом цены не сильно падали. Но я после этого не заходил уже примерно 2-3 недели в магазин, вообще в торговый центр, поэтому сегодня я первый раз, ну и вы со мной, вы, может быть, тоже не были в магазинах. Посмотрим цены, погнали. Ну, как и следовало ожидать, когда я приехал, я сколько раз тут не проходил, всегда народу почти не было, и когда я пришел и решил поснимать, пожалуйста, там люди что-то покупают, и так что мы сейчас начнем с 43-х диагоналей. Я посмотрел, в 43-й диагонали здесь перевернем, что вам на меня пялиться. В 43-й диагонали стало очень много китайцев, в Samsung почти нету. Так, если посмотреть, вон везде коробки только Haier идет. Давайте посмотрим просто по ценам самых дорогих. Самый дорогой это LG 2022 года, я его еще снимал отдельно, по-моему, да, именно эту модель, там с разных ракурсов. Модель идет на IPS-матрицы с хорошими углами обзора, на кухню, например, подойдет, либо в какое-то торговое помещение, кому важен угол обзора, но у кого, опять же, там пофиг на тени или еще что-то. В принципе, телек неплохой, и из самых каких-то, вот сейчас, что здесь есть, это считается самым крутым, стоит он 56 тысяч рублей. Сколько он должен был стоить, например, в феврале, я не скажу, потому что это модель 2022 года, как вы сами это видите. А вот у нас сверху есть 43 дюйма, ау 71.70. Видно, что цены подупали, потому что он был в районе 50, но на самом деле сейчас он стоит 45, а цена у него была весь год в районе 37 тысяч рублей, и это, наверное, было даже для него дорого. То есть его можно было там в интернете через paper или там на озоне выхватить за 30, а сейчас он плюс 15 тысяч. Так, снова LG-шка идет, тоже 2022 год. Как видим, LG почему-то привозятся, пульты, указки, все по-старому, дизайн, матрицы, примерно все то же самое. Может, они стали чуть ярче, опять же, чуть контрастнее из года в год, это примерно так работает. Как видим, опять же, все хорошо с углами обзора. И из новинок 2022 года это вот только они, потому что Sony нет и вряд ли приедут. LG тоже нету. Ну, вроде как там я читал, что казахстанские должны приезжать, но я даже смотрел на сайте NVIDIA, они уже появляются, но цены там, конечно, запредельные. Toshiba китаец. 50 стоил, сейчас 35. Про него ничего не скажу, даже не смотрел обзоры. И опять же возвращаемся к Haier. Haier'ов много. Вот, например, 4K Haier MX, я не знаю, какого это года. Он идет, 4K разрешение, на андроиде ничего не заблокировано. Да, у него там, он недостаточно яркий, недостаточно контрастный, но зато и есть Android, потому что Netflix и все остальное заблокированы, и все здесь можно пиратить. И цена достойная. За 30 тысяч рублей, я не знаю, что здесь еще можно из такого примерно выхватить или вообще посмотреть. Потому что, ну вот, есть Haier'ы HX, он уже стоит почти 40. И все равно нужно, мне кажется, смотреть эти аббревиатуры и разбираться, почему, например, этот Haier дороже, чем тот. Я смотрел обзоры на MX и BX, у них цены отличаются. Я сейчас не могу его найти. MX Lite. Вот BX, смотрите, цена 40 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. А по сути, они ничем вообще не отличаются. Я смотрел разные обзоры, у них картинка, все одинаковое, немножко разный внешний вид. И стоит он 40 тысяч рублей. И пошли все дальше, пошли одни китайцы. Как мы видим, здесь у нас уже в самом начале Samsung не стоят, они нафиг никому уже не нужны. Ну вот, смотрите, Full HD-шка за 36 тысяч рублей. Ну, камон. Так, давайте еще с этой стороны пройдемся. Сверху 50-й китайцы. Новаксы никому бы не советовал никогда покупать. Не знаю, как-то я обхожу их стороной. Новаксы, Новаксы. Так, все, 43-х диагонали нет. Оказывается, у нас есть 2 LG, все остальное Haier. И по факту, если вы сейчас приходите в магазин, у вас на выбор либо такие подороже LG, более качественные, премиальные, либо подешевле на Android, чтобы пиратить и все остальное, но с недостатком контраста, с недостатком яркости и всего остального, но на Android идут Haier. Если мы смотрим, уже я вот 43-й прошел, и тут сверху смотрю, уже 50-е стоят. Если мы смотрим на 50-е диагонали, тут очень смешно. Haier 50 дюймов, AU9070, это 21-го года, за 67 тысяч рублей. Я помню, я делал на него, по-моему, обзор или сравнение. Он стоил, ну, максимум 50, это была самая космическая за него цена. Сейчас он стоит 67. Кому нафиг он нужен за 67? И я думаю, не зря они его в какую-то жопу мира магазина вот сюда поставили, потому что, ну, вряд ли вообще кто-то за эти деньги покупает. Если мы посмотрим на AU8000, от AU90 почти ничем не отличается. Разные ножки, чуть здесь поярче он немножко. И, ну, тоже такие отличия. У них одна и та же матрица, управление, все одно и то же. 65. Конечно, если у вас деньги есть и вы хотите только Samsung, то рассматривать там 8-ю серию не имеет смысла, когда можно взять 9-ю. Но с теми ценами, с той ценовой политикой, которую сейчас выстраивают на свои телевизоры компания Samsung, я бы, конечно, их, ну, ни в коем случае не рекомендовал. Вот здесь за 60 тысяч они продают модель 50 дюймов, а семерку без голосового управления, в которой вообще ничего нету. Возьмите любую TCL-ку какую-нибудь или Hire за 50, за сколько вы, TCL-ку, либо Hire, там, не знаю, Philips какой-нибудь. Они будут стоить в районе 40 тысяч на 20 тысяч дешевле и показывать либо так же, либо лучше. Вот, но эта семерка, она показывает, в принципе, как Hire, только у нее нету андроида и стоит она дороже. Почему я говорю, что эта семерка показывает, как Hire? Потому что я смотрел, включал флешку еще давно на эту семерку и на Hire, по-моему, или MX, либо X, но на 75-й диагонали. И там разницы вообще было, ну, ее было сложно найти. Так, давайте уйдем из этого. Это какой-то проклятый угол, видимо, с самыми дорогими телевизорами. Я думаю, цены опустились на какие-то телеки, и мы сейчас найдем их. Ну вот, давайте. Кстати, 55 дюймов, 55 тысяч стоил, ну, в районе 50, но 55, то есть видно, что цены на Huawei чеки отпускаются. Если мы идем дальше. Ой, Samsung 60 дюймов, 80 тысяч рублей. Примерно, ну, чуть-чуть дороже, но не сказать, чтобы космос. То есть, цены такие, и VITIZI, даже не работает, наверное. Hisense. Вот, кстати, что лучше взять? Hisense за 80 или Samsung за 80? Это 65 дюймов, это 60, но здесь, по-моему, не Android, они же своя операционка. Я не смотрел на эту модель обзор. Надо посмотреть, что они умеют, чтобы уже разбираться. Потому что до этого я все читал, изучал какие-то топовые бренды, потому что они были, ну, относительно доступные. То есть, это Sony, LG, Samsung, немножко что-то в Huawei смотрел какие-то обзоры. А сейчас с этими ценами, что и с тем наличием товара, который сейчас есть, мне кажется, лучше надо разбираться уже в китайцах и искать из этой кучи какашек какую-нибудь одну священную какашку, какой-нибудь там бренд или какую-то модель у TCL или еще чего-то, где будет хорошее качество и доступная цена. Потому что, ну, кому сейчас нужны Samsung в два раза дороже? Ну, скажите мне, да, там, может быть, они будут новашки, у них лучше черный цвет будет, но когда те же LG стали хоть и дороже, но не настолько, насколько Samsung, конечно, лучше взять лыжу. Но при этом я бы ваше внимание обращал на какие-нибудь обзоры разных китайских производителей и, ну, время экономить, мне кажется. Вот так, дальше идем. Это у нас Philips 65 дюймов, 21-й год, восьмерка за 95 тысяч. Еще и рассрочка сейчас доступна на Android с Ambilight за свои деньги топ, потому что раньше его сравнивали, когда ко мне обращались с людьми, мы сравнивали его с Sonic S85, по-моему, серией, и с Samsung Q70, Q80, Q70, по-моему, да, или Q80. И это был хороший претендент. Сейчас на те цены повысились, Соньку вообще сейчас не взять. А этот телевизор идет доступный по цене, то есть на них цены не подняли. И плюс я вот когда снимал 43-й, вижу, здесь коробки Philips'ов очень много. Не знаю, это ли она серебра, что я, но лазить я туда не буду. Но вот новые коробки, там 55-е новые коробки. Поэтому, мне кажется, к LG и к Хайру, к каким-то китайским брендам, сейчас в руки к людям еще залетает Philips, потому что, ну, на Philips цены адекватные, и можно сказать, те, что были до СВО. Так что, приходите за Philips'ом на Ambilight, на Android за 95, 65-ю диагональ. Обзоров много на нее, все хвалят. Немножко яркости не хватает, но, в принципе, хороший телек. Так, сейчас я уже в Эльдорадо, в другом-тругом центре. Короче, решил просто посмотреть, что по наличию в разных магазинах. Я был в NVIDIA, сейчас зашел в Эльдорадо. И, как я и вижу, хожу по магазинам, ну, коротко, очень мало брендов стало, ну, в наличии, доступно. То есть я у продавцов, например, сейчас спросил, тех же Самсунгов, вот, их буквально здесь по пальцам пересчитать. Соньки вообще три штуки осталось. Есть новые, но их не распечатывают, потому что система заблокирована. Понятно, что там через VPN еще что-то можно, но, как бы, не знаю, почему не делают. Так, что у нас здесь по Самсунгам? Буквально пять штук. LG какие-то есть модели. Я посмотрел, у LG есть модели, вот, как я и говорил, премиум сегмент, он, например, 55-й G1, 189 тысяч. Он примерно так и стоил. Они, по-моему, несколько штук есть. Вот. Но на них цены не сильно поднимались. А на какие-то более такие модели, которые люди берут, то есть это 55-й диагональ, ну, там, до 80 тысяч, которые, например, раньше шли, они прям выросли в цене. А вообще в магазинах, что в NVIDIA, что в DNS, что в Eldorado, стало очень много на полках китайцев. Они, правда, половина выключены, наверное. Люди все равно, вот я пришел в отдел, здесь почти пусто. Люди не стремятся сейчас за телеками идти, мне кажется. Не сезон, наверное, сейчас больше за бытовой техникой пойдут все там в новые квартиры себе летом, холодильники и все остальное. Думаю про это видео сделать. Но у меня есть знакомые, которые в этом хорошо разбираются. Вот. А и так, если мы смотрим, очень много китайцев. Я говорю, что в Eldorado, в Эмидио вообще везде хайры начали появляться. То есть я, когда был в декабре, хайров почти нигде не было. Либо они не были выставлены. Сейчас, если мы посмотрим, ну, вот, это Samsung, 7-я серия, 58 дюймов, по цене 60 тысяч рублей. Семерка без голосового самая простая, 60 тысяч рублей. И рядом с ним можно купить QLED-овский китайца X-Pro. Это тоже хайр. За 70 тысяч. С голосовым управлением на андроиде, все дела. Но он, опять же, не включен, то есть, чтобы хотя бы одну картинку показать. Как видно, LG много. То есть, вот, например, 816 серия, 766, все есть. То есть, оно все равно китайцев прям больше стало. Очень много телеков этих Сбер начали стоять. Новексы, хайры, Xiaomi в DNS, TCL в DNS. Вот, давайте посмотрим на еще маленькие диагонали, 43-е. Потому что люди тоже спрашивают, читают комментарии. Здесь, к сожалению, почти все выключено. Но, все равно, то есть, опять же, я вот захожу в отдел, где не очень много, но здесь все 43-е диагонали. И, как мы видим, хайи, витязи, хайры, хайры, хайр, новексы, дены какие-то, хайры. Очень много. Вон эти Сберы появились, хайи, хайи. Если мы посмотрим, это уже 32 дюйма тут, всего 3 Samsung. Дальше опять снова Китай, либо LG. Вот, ну вот еще, да, 43-е. Есть филипсы разные, по 35 тысяч. То есть, бренд популярный такой. Ну, то есть, люди знают, что такое филипс. И, наверное, предпочтут выбрать, например, не хайр китайский, а взять тот же филипс, также 4к, за те же деньги, также на андроиде, что и хайр. Но по картинке нужно сравнивать, будет ли он лучше. Я на данном этапе не могу сказать. Снова филипсы, тошебы, LG. LG, LG, видите, хайсенсы есть. 50 тысяч, смотрите, хайсенс стоит, 43 дюйма. Снова LG, вон, 22-го года лыжа за 56 тысяч. А вот еще один Samsung. То есть, из всех 43-х мы видим только один Samsung, это 7-я серия, за 42 тысячи рублей. А кому нужна 7-ка с малой яркостью, с малой контрастностью, за 40 тысяч рублей, когда можно купить за 35 с такой же яркостью, с такой же контрастностью, он почти на той же матрице, там и там ВАшки, да, идут? Да, но при этом взять ту же 7-ку, но от Филипса, которая будет на андроиде, и скорее всего, я не знаю, с эмби-лайтом, еще и с эмби-лайтом он у нее, подсветка. Ну, я говорю, нужно сейчас мне, наверное, что если я хочу продолжить какие-то ролики, снимать еще по телекам, разбираться. Ну, и вам советую, больше сейчас в китайцах. То есть, китайцев очень много, их нужно сравнивать, у них цены такие более доступные, более приемлемые. Потому что, ну, кто бы что ни говорил, работы становятся меньше, зарплаты падают, цены растут и безработица появляется. То есть, магазины там сокращают, на работе урезают бюджет и все остальное. Если мы посмотрим, вот с вами большие телевизоры, ну, вот у нас, я говорю, вот Соньки стоят. Вот 75-я Сонька, 75-я Сонька, все, вот две Соньки 75-х. Больше больших телевизоров нету. Я спросил в Эльдорадо, говорю, есть где-то 75 дюймов еще? Даже под заказ нету, ни Самсунгов, ни LG. Вот две Соньки и все. Больших диагоналей нету, когда привезут, непонятно, мне сказали, что Самсунги должны будут подъезжать из Казахстана. Но у них не будет гарантии, то есть гарантия будет только от магазина, а не вот эта общая, когда вы в сервисный центр будете обращаться. По этой гарантии вы сможете обратиться только, ну, непосредственно в магазин. На сайте эти модели уже есть. Они там X, короче, не RU, а вот там CX или как-то так они обозначаются в конце цифр. Вот. Ну и там цены, слушайте, они не такие же, мне кажется, они даже выше стали. Вот. Если смотрим на 32 дюйма, что чаще берут там на даче, либо там родителям, тоже в основном, вот один Китай, 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 Новаксы, Хайи, Тошибы, и еще какие-то непонятные бренды, Тошибы, Новаксы, Витязи, Хейки, опять снова Хайеры, Хайеры, Хайеры. И вот LG снова, 25, 30, 20. Пятая серия, шестая серия, пятая серия, ну, такие базовые, вон, 22 года модель за 30 тысяч рублей, а 32 диагональ, 32 даже. За 34 уже можно, Филипп, взять 43 дюйма. Нужно разбираться, смотреть. И еще раз повторюсь, что вот эту разницу, которую вы сейчас здесь видите, вы ее будете видеть, когда только два телевизора рядом стоят. Дома вы эту разницу вряд ли так сильно заметите. То есть, у меня вообще дома сейчас Skywatch стоит, я его брал, он на Алиэкспрессе, 11-11, в каком-то там, 19-м или 20-м году, я уже не помню, по-моему, в 19-м, да. Он стоил, со скидкой выходил 30, вот, и я его взял, ну, намного дешевле. То есть, он мне в 20 тысяч обошелся, 58 дюйм. Если мы вот посмотрим, здесь еще, видите, по 12 тысяч, ну, это 43, 58 тысяч, здесь сейчас уже за 20 тысяч не взять. Я взял за 20, и Skywatch, да, китайский, да, там, не очень контрастный, но на андроиде неплохо показывает. Если приглядываться, когда ты вот уже ходишь, сравниваешь, знаешь, примерно, в чем отличие у телевизоров, ты понимаешь, что мой Skywatch, он, ну, у него немного яркости и не хватает контраста. Ну, и менюшка подлагивает, но за 20 тысяч он нормально показывает, мы смотрим фильмы, сериалы дома, и нету никаких проблем вообще. Вот, просто, ну, здесь вообще нету, туда не пойду, там продавцы стоят, там, вот этот весь ряд, где 65-й, вон там стоят, это все раз, два, три, четыре, шесть китайцев, из них четыре Хайра, два Витязя, все. То есть, говорю, одни китайцы в магазинах, даже цены вот так вот прямо не сравнить, потому что выбора очень мало. Вот я хожу, где 55-е диагонали, Сберы всякие, ну, эти Соньки, вот они стоят. Соньки можно взять, но они какие-то неухоженные здесь, видимо. Так, восьмая серия за 82 тысячи, да, на андроиде, да, с голосовым, но восьмерка на IPS-е должна быть. Ну, не знаю, у меня, почему я сейчас так к Соне вот как-то вот так отношусь, потому что, ну, что-то блокируют же, непонятно, что они будут, а если они додумаются и все вот это сделают, так, что он у вас не будет нормально работать, вам будет, надо будет, хорошо, что там андроид, вы сможете, скорее всего, как-то его перепрошить, VPN настроить или еще что-то. Но у меня зрители, я вот, кто там комментарии пишет, в личку пишут, чаще всего пишут взрослые люди. То есть, это не мальчики 18 лет, и то есть, они не будут разбираться прямо конкретно в телевизорах, в плане того, что вы как там перепрошить, там VPN поставить и еще все остальное. То есть, им нужно взять, например, телек, если они берут за 200 тысяч, чтобы он просто хорошо работал. Вот и все. Если вы берете, даже если вы там небогатый мужчина, то вы берете телек, например, 55 дюймов не за 150 тысяч, а хотите его взять за 50, за 60, но тоже можно выбрать такой, чтобы он, ну, сразу из коробки хорошо работал, чтобы не нужно было возиться с ним, настраивать VPN и все остальное. Мы, кстати, тут ушли, продавцы. Вот, Телефункины, Витязи, Хайры, Хайры, Хайры. А, вон один Philips стоит. Philips стоит 65 дюймов за 95 тысяч рублей. Я его показывал то же самое в этом, как называется. Я его показывал в М-видео. Вы это видели? То есть, цены одни и те же. Ладно, возвращаемся в М-видео. Здесь у нас идет Сонька, 55 дюймов, Х-90. Но я читал на форуме, вот буквально позавчера, или это вчера было, что новые Соньки, когда вы их достаете из коробки, они заблокированы. Это них даже пока файлы не поставить. Вроде как это обходится с помощью VPN, подключения, но я не знаю, работает ли он все время через VPN только, либо вам только первую регистрацию и включение надо через VPN пройти. Короче, лучше не рисковать, не платить бешеные деньги за, конечно, сейчас хороший телевизор, потому что непонятно что. Сегодня вы купили хороший телевизор, а завтра родину пойдете защищать. Либо сегодня купили хороший телевизор, а завтра у вас работы нет. Поэтому лучше выбирать Philips, Hyre, какие-нибудь китайские бренды, или чуть-чуть переплачивать за LG, но не за Sony. Еще непонятно, что может быть сейчас через VPN у них кое-как работает, а потом они что-нибудь передумают и совсем работать не будет. Потому что, ну это такое. Смотри, вот сейчас PlayStation не работают, телеки ничего не работают. Смысл? Я не спорю, что это очень крутой телек X90. Прям топчик, и цена у него сейчас офигенная. Он стоит дешевле, чем X85. Но, блин, это у нас седьмая серия Philips. Смотрел обзоры, все ругают. Плохая сборка, мало яркости, нету контракта. Стоит лучше доплатить за восьмую серию, чем брать седьмую, либо вместо семерки выбрать что-то от LG, от Samsung или от любого другого бренда. Даже здесь видно по яркости, что недостаточно. Плюсом здесь нет у нас Ambilight. Ну и он такой толстый, видно, что такая бюджетная совсем модель. Так, дальше у нас Hire. Вот я грубо, X-AMX, это один и тот же телевизор. В принципе, они будут показывать, у вас неплохо, я смотрел обзоры. Но у них нету плавности, мало яркости, мало контраста. Ну а есть Android. Не уверен, что это самый лучший китаец. Ну просто в NVIDIA только эти представлены. Но сейчас нужно смотреть, мне будет обзоры на какие-нибудь Xiaomi, на TCL. И вот между этими китайцами уже, наверное, больше на них акцент делать, и на них обзоры пробовать поснимать. То есть это не Hire, которые Hire просто только в NVIDIA. Вот они есть, их очень много. Такой бренд достаточно популярный, там холодильники, все это делает. Но не забываем, что у нас сейчас есть Xiaomi в этом, в NVIDIA уже начали появляться, в DNS они есть, есть у нас TCL, есть Hisense и, по-моему, еще, наверное, какие-то китайцы есть. И нужно на них обзоры посмотреть, с флешками потестить и про них уже что-то рассказать. Это будет, на мой взгляд, замечательная вещь. О, я вижу семерку, самсунговскую, 75.0 серия. А, это 70 дюймов, не 75, 89 тысяч. Но за 70-ю она стоила 100 тысяч буквально 3 недели назад. Сейчас уже 90. Не знаю. Цены, видимо, не на все они очень сильно поднимают. Поэтому нужно смотреть по моделям. Видимо, где-то есть акции. Понятно, что за 110 он дорогой. А типа с акцией в 20 тысяч рублей, то его можно рассмотреть. У него не будет голосового управления, у него будет немного яркости, у него не будет какого-то крутого внешнего вида. Но сам по себе телек неплохой. Но у него edge, боковая вот эта подсветка. И в комментариях к предыдущим моим всяким обзорам на телеке, когда я цены смотрел, многие ругают самсунги, вот эти начальные серии, 7-ю, 8-ю, ну, вот эти кристаллы, 7-я, 8-я, 9-я. Почему? Потому что там боковая подсветка. И они часто выгорают. То есть людям очень часто не хватает яркости, они прибавляют ее на 100%. И телек таким образом год-два от силы работает, потом подсветка выгорает. И нужно идти менять по гарантии, либо платно, эту подсветку. Вот. И это не один человек комментарий такой описал. И даже если загуглите, то в гугле тоже очень много отзывов и много об этом комментариев. Так что не знаю. Вроде бы бренд популярный, но кристалл нужно, наверное, просто не смотреть на полной яркости. Тогда будет еще более-менее. Hire AX Pro за 89 тысяч. Тоже по рассрочку доступно. Здесь у него типа динамики идут. Это такой больше похож на 9-ю серию от Samsung. За свои деньги. Про китайцев я сейчас не скажу. Я хочу посмотреть какие-то топовые бренды по ценам. Вот так. Восьмерка за 90. 55, а, 58 дюймов. И 65 почти по одной и той же цене. Hire, Hisense, Philips. Это тоже седьмая серия за 65. Но это еще есть Ambilight подсветка. Вон руку светит. Новинка 22 года от LG. 65 тысяч рублей. С А5 процессором. С этим, с пультом, наверное, с указкой. Как видим, это 22 год. Все так же на IPS матрице. Значит, хороший угол обзора. И, ну, недостаточно будет контраста. Вот такой будет минус. 816. И, кстати, вот эту модель я сегодня смотрел. Мне с Пепера в повещение приходило. 65-я диагональ. Там была именно вот эта модель за 43 тысячи рублей. На каком-то магазине. Я не помню. Не NVIDIA, не DNS. РБТ, по-моему. Что-то подобное. За 40. И сейчас вроде они доступны, но только на предзаказ. Ну, не знаю, отменят они или нет заказы. Семерка на нас 81 тысяча. Она стоила дешевле. Это дороже стоило. Смотрите. Восьмерка и семерка. Восьмерка стоит дешевле, чем семерка. Странно. Я снимаю видео. А там продавцы за мной подглядывают. Видимо, чтобы я ничего не стащил. Сейчас. Поэтому чуть-чуть не комфортно. Я обычно снимаю. И здесь никого нету в этих телеках. А сегодня вон они там вдвоем стоят. Лупят на меня. Так. Китай. Новакс. 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 Телефонкин. О, Филипс. Олед. 139. А я помню. Это, видимо, он здесь вообще не меняется. Он за 99 у него цена была. Он вообще работает или нет. Ну-ка, сейчас попробуем его включить. Опа. 58 дюймов. 75-70. 59 тысяч. 60. Он был 45. 50 тысяч рублей он стоил по акциям. 60 он почти всегда стоит. Сейчас типа 75 у него цена. Ну, они делают вид, что типа по скидке, но на самом деле у него цена была такая в январе-феврале. Так, посмотрим, что у нас есть из 50 дюймов. Китайский. Смотрите, Новаксы можно брать за 26 тысяч, да еще и в рассрочку. Здесь он как-то плохо показывает, но из-за того, что здесь у него пленка приклеена. Опять Хайсенсы. Кстати, вот на эту модель, по-моему, много обзоров. Я не помню, не смотрел на нее. 40 тысяч всего, 50 дюймов идет. Снова Хек. Я вообще не знаю, что это такое. А, нет, подождите. Вот это Хек 50 дюймов, это как от типа дочернее предприятие этого Хайра. Филипс. 50 дюймов за 70 тысяч рублей. Еще и в рассрочку. Но это 8 серия. Да вроде бы. Эмби-лайт все у него работает. Сонька. А не заблокированы все, ты или там через VPN уже можно, Я попробую. Я все подключаю. Все работает? Новый? С коробки достал? Новый с коробки не был. Так надо с коробки новой, который не активированный был. Нет, такие не было. Вот Сонька. На них сейчас вроде вот на форумах пишут, что если вы не берете вот такой с витрины уже активированный, а новый с коробки, они идут заблокированные. Но если там через VPN как-то установить и что-то подключить, то вроде там с помощью VPN его можно как-то разлочить, но я не понимаю, будет ли он на постоянке так работать, либо все время через VPN нужно будет пользоваться. В любом случае это гемор, костыли за эти цены. Кому они сейчас будут нужны, вообще непонятно. То есть не все же люди будут там тратить огромные деньги, потом еще морочиться с этим VPN или еще с чем-то. Тем более это восьмая серия, пухляж такой за эти деньги. Ну, не знаю. Он дешевле же стоил? Нет. Так всегда стоил? Но при этом 71 тысяча рублей он примерно всегда так и стоил именно. Сонька в 50-й диагонали, то есть она не выросла. 69 он был очень большим. LG 7 серия за 70 идет. Но это уже новинка 22-го. Ее в декабре не было, чтобы сравнить с ценами. Q80. Так и стоил он. Нет, он стоил обычно 89,90. Сейчас 95. Можно сказать, что цена подросла на 5 тысяч. Так, следующим у нас идет здесь 55-я за 70 тысяч восьмерка. Но здесь странно, что у меня вот эта версия вот здесь идет на VA матрице. Хотя, если вы посмотрите мои предыдущие выпуски, я тоже вот на этом же месте стояла восьмерка. Но не в сером. Ну, не знаю. Это месяца два назад. У меня прямо в видео есть, что здесь IPS-кики. IPS-матрица стояла. То есть нужно смотреть, чтобы модели то ва, то IPS может стоять. Так, Neo QLED. Это у нас какая-то серия. LST-7. По-моему, он типа для улицы идет. Очень дорогой. И не знаю. Если есть деньги, смотрите на него обзоры. Не у меня. Так. QN 87. 120 тысяч. Цена такая же, какая и была. То есть это неплохой Samsung на ADS-матрице. Очень яркий. Проблемы с темными сценами. Потому что засветы всякие есть. Но при этом очень яркий, дизайнерский, тоненький. Там центральная нога у него. И цена, которая была в январе, феврале и в декабре. А девятка идет здесь у нас от Samsung, которая... А это-то хоть на... Тоже, видите, на ВАшке. Все, вот девятка неплохая. Но еще раз говорю, что в гугле на нее отзывы идут, что подсветка боковая очень часто выгорает. Не знаю. Смотрите сами. Здесь неплохой угол обзора. Хоть и ва-матрица, при этом с тенями никаких проблем. И по яркости. Все более неплохо. Но при этом он очень тоненький. И за счет этого здесь очень-очень паршивый звук. То есть он очень писклый. Он не громкий. И к нему обязательно нужно будет какие-то колонки покупать. Там саундбар, он сяомевский. Самый дешевый хотя бы за 5 тысяч или еще что-то. Потому что у самого телека звук очень плохой. И в отличие вот от этого. Здесь хороший звук. Здесь вот динамики, по-моему, с трех сторон. Бас какой-то есть. Все отлично. О, и вот я говорю, в чем проблема с Samsung. Почему нет? Линейка фрейм здесь, видите. Написано, висел. Это у него там как картина. Типа рамки меняются. Его нету. Здесь стоял телевизор, который переворачивается. Здесь стоял на ножках. Тоже нету. Здесь висит телек. Который с буковкой Т. Это вообще 2020 год. Который все-то никому не покупает. Его никто не покупает. Потому что он стоит 300 тысяч рублей. Но если вот так присмотреться. Не знаю, видно на камеру или нет. У него квадраты на экране. Сейчас покажу вам. У меня есть обзор на почти такую же модель. Только 2021 года. Я отдельно это показывал. То ли она там 65-я, то ли 75-я. У него тоже были квадраты. То есть вроде бы телевизор стоит дорого. Но при этом... Но это не на всех кадрах видно. Но там какое-то небо или еще что-то. Прям видно, что там как будто подгорело, что ли, какие-то квадраты на экране. Лучше об этом посмотреть в отдельном обзоре. У меня это, по-моему, был телевизор Q800. QN800, по-моему, так модель называлась. Смотрим на OLED. 65 дюймов. 230 тысяч. А стоил он 180 или 190. То есть смотрите, на 30-40 тысяч цена поднялась. А, это 65-я диагональ. А там 55-я, по-моему, стояла. Нет, на него сейчас адекватная, да, цена. Там была 55-я за 170-180. Здесь 65-я за 230. То есть цены не поднялись. Это что у нас идет? Это 48-я диагональ, смотрите. А2 модель 140 тысяч рублей. Да дороговато. Haier. Philips 7. Это какой-то рекламный телевизор. И еще один Haier. То есть, видимо, один OLED стоит дорого, второй нормально. То есть, еще раз говорим о том, что какие-то премиум сегменты, они остались на старых ценах, а более популярные модели, которые люди вроде бы как чаще покупают, на них цены подняли. Хотят, наверное, заработать на этом. Так, это Сбер ТВ идет. Не знаю, я в Альдорадо заходил, один раз пытался снять обзор небольшой на Кинопоиск. И я видел, как при мне стоял рядом Samsung, на котором я снимал обзор, ну там Кинопоиск, и там рядом стоял Сбер, который в начале съемки работал, к концу съемки у него начал строп появляться. Это вообще очень странная ситуация. Это же, по-моему, кто-то мне говорил из продавцов, что это на заводе VITIZA собираются, и все в этом духе. Он вроде бы как типа на Android, на Салют ТВ, но это считается Android, то есть туда пока все можно поставить. Но при этом цены недорогие. Очень странно. Вот этот же телевизор был 40, по-моему, тысяч в Альдорадо две недели назад со скидкой. Тоже надо, опять же, смотреть, выискивать какие-то модели со скидками. Новоксы. Так, это у нас 50 дюймов QN90 новая матрица с мини-LED подсветкой. И стоит он 120 тысяч. Стоил он обычно, ну вот в эту же цену он так и стоял, потому что у меня есть обзоры на канале, и там это видно. Ой. Ну, короче, как мы видим, цены, они на некоторые телевизоры, особенно на какие-то большие диагонали, либо на дорогие телевизоры, остались такие же, которые были в декабре, в январе и там в начале февраля. Но при этом на какие-то дешевые, более популярные модели цены выросли, и выросли там ни на 2, ни на 3 тысячи, а на 10 тысяч могут быть вот такое, на 15. Поэтому все равно стоит сейчас выбирать такие хорошие, средние, наверное, на мой взгляд, телеки. Если вы хотите себе хороший, дорогой телек, вы сейчас ничего не упустили, кроме Sony, которые заблокированы. То есть LG или Samsung, у них такие же цены, которые были на вот эти премиум сегменты Neo QLED, эти OLED, вот такое. У них такие же цены, которые были, или если дороже, то на 2, на 3 тысячи, на 5. Вот, смело можно брать. Вот, этот обзор я снимал на GoPro 10, в 4К я сменил 3 батарейки за час, очень сильно греется, странно почему-то. Ну, 4К 60 кадров, наверное, надо писать 4К 25 кадров, чтобы было лучше. Вот, но это мой косяк, так что все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, цены и политику вы все это посмотрели. Всем пока, до скорых встреч!